Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Хорошая пицца, отличная пицца! Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, и если вы хотите попасть в следующую подборку, не забываем оставлять свой царский лайкосик, и, конечно же, писать комментарий. Друзья, запрещено смотреть без подписочки, нажали прямо вот сейчас, чтобы всё было окей, и у нас с вами новое задание, подайте 12 любых пицц, но я думаю, что мы его сегодня вообще на изичах выполним, принимаем. Дайте мне зелёную мечту! Ребята, а кто не знает, я вот уже наизусть, например, знаю, как делается зелёная мечта, очень даже просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, поехали! Всё, готово! Сегодня, ребята, как вы видите, мы с вами накапливаем на новый автокладчик. Вы прям в комментариях, как обычно, можете писать свои любимые автокладчики, которые вы, как считаете, я должен купить. Всё по стандарту, всё по стандарту. Вот, здесь у нас тут прямо отсчёт идёт чёткий. Будем выбирать новый. Я хочу пиццу, которая наполовину солёный моряк, другая половина фруктовая свинья, но я не хочу... Ой, блин, вот это, на самом деле, настолько странное задание. Ладно, давайте. Наполовину солёный моряк. Кстати, оливки должны быть везде. Давайте сразу мы, получается, с вами что делаем? Соус по-любому, сыр по-любому, оливки по-любому, анчоусы у нас с вами кладутся на одну половинку. И что там ещё? А, кстати, в зелёной мечте получается это перец. Ага, всё, понял. Минус перчик. Значит, просто четыре вида мяса. Четыре вида мяса по стандарту тоже кладём. Вообще не паримся. Значит, сюда, да? Раз, два, три. Кстати, слушайте, достаточно прикольная должна быть на вкус эта пицца, потому что, смотри, я забыл, что у меня автоукладчик вечера и есть наконец-то. Блин. Ну, я даже не знаю, что вы выберете в этот раз, ребят, какой автоукладчик нам покупать. Бекончис, может быть, потому что, чтоб всё мясо у нас можно было уже как бы это автоукладывать, так сказать. Ой, ёк, забыл про ананасы. Вот это я затупил. Сори. Согласен, моя ошибка. Так, ананасы и сладкий перец. Это моя ошибка, ребят, однозначно. Просто забыл про то, что должен быть так, ананасы и сладкий перец. Про то, что должны быть ананасы. Что-то у меня прямо реально из головы вылетело и всё тут. Ну, ничего не попишешь, бывает и такое. Всё-таки даже самые профессиональные пиццоделы могут ошибаться. Иногда. Не часто. Так, режем. Кстати, я здесь один лишний ананасик положил. А, нет, всё, не, нормально, нормально. Сначала подумал, что лишний ананасик надо убрать. Прикиньте, ребят, вам пиццу приготовили и просто повар такой, стоп, 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 не отдавайте ему, дать-ка я возьму этот ананасик. Это уже лишний. Так, мясные квадратики это не вопрос, это, понятно, ветчиночка. Тем более, у нас она на автоукладке. Блин, какой же кайф, реально. Очень. Знаете, ребят, напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я написал разработчикам, у меня просто есть контакт разработчиков, ну, контакт, в смысле, не в контакте, а как с ними связаться, на тему того, чтобы они сделали больше начинок. Мне кажется, нам капец просто не хватает начинок. Надо, чтобы их было как-то побольше, что ли. Так, я пытаюсь дрессировать того тюленя, я просто хочу анчоусы на лепехе. Сделайте 8 кусочков. Окей. Вот, не знаю, послушают они меня или нет, конечно же. Хотя, если вы помните, алды помнят, когда я разговаривал с парнем, который CatGhostFishing разрабатывал, он там делал некоторые фишечки, которые мы с вами предлагали. Ну, блин, что-то у меня сбилась запись немного, но вроде сейчас должно быть все окей. Поехали дальше. Вот, я про что говорил-то не знаю. Послушают ли эти разработчики, но вполне возможно, кто знает, кстати, уже почти половину из 12 пицц мы приготовили. Это изи 20 баксов вообще без проблем. Возьму полностью одетую пиццу и еще сделать ее темной. 23, 28, 28. Это значит, ребят, что надо реально положить абсолютно все. Все, что у нас с вами есть. Так, давайте я ее переставлю сюда, чтобы удобнее было. 23 доллара. Это только до перчика. 28. Блин, я почему-то на автомате думал, что здесь тоже автокладчики есть, но нету. Здесь нету. Вот, а за 28 это нужно уже накладывать абсолютно все. Поехали. Буду новичинку ориентироваться, потому что она вроде бы самая такая примечательная сейчас. Так, теперь бекончис. Бекончис кладем как следует, тоже укладываем. Хорошо. Базиликус тоже. Блин, вообще нифига уже не видно. Все, все в разнобое. Вы посмотрите на это. Так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Да, сойдет. Баклажан что, скластили нет? Давайте положим, у нас с вами баклажаны уже почти выросли новые, поэтому я думаю, что можно это сделать. Вроде бы все положил. Так, поехали дальше. Смотрим, ребят, 155 баксов, это как бы для начала нормально, согласитесь. То есть, понятно, стоп, она просила, да. Просто мастер, ребят, кстати говоря, я сегодня даже пиццу не хочу, ребят, потому что я недавно ее покушал. Вот, я прям даже специально, о, 10 баксов, блин, вот это кайф. Специально перед записью, чтобы не хотеть кушать во время видео. Так, половина с оливками, половина с луком. Хорошо, хорошо, не вопрос сейчас сделаем. Так, сначала соусец, потом сырец, потом половина с оливками, половина с луком, правильно? Вроде бы правильно. Нормально. Получилась, ну, такая пицца довольно странная, такая она не только вегетарианская, она еще и очень дешевая и вряд ли очень вкусная, но если человек хочет оливочки сегодня и, это, и лук, то почему бы и нет? Я-то не против. Пожалуйста, пожалуйста, кушай сколько хочешь. Держи. 7 из 12, ребята, у нас еще даже полдня, ну, почти что полдня прошло. Хочу пиццу с половиной сыра и другой половиной, с чем? Пепперони, базилик, грибы, сосиски, перец. Найс. Нормально, он, конечно, такой и половину, и не сказал с чем. Так, базилик, грибы. Так, пепперони, грибы, что он там еще хотел? Базилик, сосиска, перец. Сосиски. Сейчас мы с вами еще перчик кладем и базиликус. Вроде бы все как надо. Все вроде бы разложил, вроде бы нигде ошибок не допустил. Надеюсь, что все будет нормально. Слушайте, ну, я думаю, что 200 баксов мы сегодня с вами вообще на изи сделаем. Может быть, даже будет 250. Это, конечно, уже не точно. Хотя, да, у нас, да, все, 250 точно будет, ребят. вообще прям без проблем. Еще получается 80 долларов мы должны с вами заработать. Свину пиццу без соуса, сыра или рыбы. Ага. Ладно. Получается, что 3 автоукладчика у меня есть. И еще один мне нужно будет сейчас использовать. Смотрите. Нужно использовать. Мне вот именно автоукладчик, точнее, бекон разложить надо. Все остальные мясо. Все остальные мясо, виды мяса у нас с вами уже продаются с автоукладкой. Да, ребят, кто-то из подписчиков реально там стоит, накладывает мясца, когда надо. Кто-то соусом поливает, кто-то режет пиццу. Молодцы. Чисто команда на работе. Найс. Так, 184 доллара. Нам осталось... Вот у меня психологическая цель, ребят, сегодня 250 сделать. Вот прям хочется. Испеките мне бекон и базилик на пшеничной лепешке. Порезаны половиной и хрустящий. А соус с сыром нужно? Тесто из цельной пшеницы с беконом и базиликом? Да, похоже, что нужно, ребят. Скорее всего, нужно, потому что 11 долларов. Поэтому давайте попробуем. Так, бекон кладем. Просто она как-то так сказала, что типа просто тесто с... Блин, а может быть и не надо было. Может быть, ребят, и я сейчас и допустил ошибку. Возможно, что как раз таки не надо было ни соус, ни сыр класть. Ладно, не проверишь, не узнаешь никогда. Поэтому давайте сейчас посмотрим, затестим. Так, еще разок. Помню, что темного хотела. Не вопрос. Так, порезать там. Ну, порежет за меня в любом случае авторезочек. Есть. Кладем в коробочку и отдаем. Ну что? Фух, отлично. Отлично, ребят, нам осталось 60 долларов. Слушайте, на самом деле много, на самом деле. Так, это с перцем, да? Перец на колокольчик, да. Все. На всякий случай, переспросил, чтобы нигде не ошибиться, но я был прав. Деречка, кладем сюда. Все, пицца готова. Очень хороший вариант, вот именно такая пицца, ребят. Она делается буквально за секунду, но при этом платят за нее достаточно хорошо. Хотя, как по мне, конечно, лучше, чем она более одетая. Вот максимальная, например, это вообще бомба. Можно 10 баксов чая получить. Ну, это вообще просто кайф. Так, дайте мне что-нибудь рыбное, просто порежьте ее пополам, пожалуйста. Хорошо, бабуля, держи, сейчас рыбную пиццу тебе сделаем. Правда, без автоукладки, придется немножечко подождать. Интересно, на самом деле, ребят, мы можем сделать рыбный автоукладчик, можем беконный, можем с этим ананасом, и можем с базиликом. У нас, в принципе, всего лишь 4 варианта. Вот они как раз таки идут на экране. Ох, не знаю, за что вы проголосуете, потому что для меня, в принципе, все одинаково. Можно их хоть так, хоть так, это вообще не важно. Найс, и еще 20 долларов мы сейчас получаем. Е! 222 доллара, ребят, надо еще 28. Я смогу или нет? Интересно. Так, давайте переспросим сразу беконную пиццу с луком. Просто этот очень долго рассказывал, и я решил немножечко сократить, так сказать, его разговор. Так, бекон и лучок готовы, отправляются сейчас в печечку. Е! 224 доллара, то есть, видите, мы, в принципе, довольно много тратим на эти ингредиенты, но уже можно сказать, что 3 доллара у меня чаевых есть, потому что он мне дал, у меня было 222, сейчас 224. Получается общая прибыль, у меня с одной пиццы где-то 7 баксов, ребят, в принципе, норм. Даже 6. Мне нужна луковая пицца с анчоусами, чтобы сделать... Понятно, бабуля, не знаю, на какие-то там свидания ходишь. Кстати, много достаточно бабуль сегодня было в серии. А, луковая с анчоусами, хорошо. Вот снова, да, лук есть, а вот анчоусы придется самому раскладывать, ничего не попишешь. Ладно. Разложили, отправляем в печь. Давай, зажаривайся как следует. В принципе, 116 день, мне вот очень интересно, когда будет что-нибудь новенькое, ребят, потому что пока что у нас с вами, ну, все достаточно стандартно. Делаем пиццу, получаем за это денежки, улучшаем нашу пиццерию, но по сути хотелось сделать новенькое. Ради бекона, могли бы положить бекон сразу на лепешку. Блин, вот это вот отстой, конечно, за 8 баксов пиццу делать. Ну, вот я могу сейчас тупо из-за этого, у меня может не хватить денег. До 250, смотрите. Просто смотрите, у меня сейчас 238. чая он даст, ну, доллара 2-3 максимум. Это значит, что, ну, не знаю, еще есть шанс, еще есть шанс, если у меня хороший заказ сейчас придет. Давайте посмотрим. Так, держи, 2 доллара, как я и говорил, вообще, спокойно. Пожалуйста, хороший заказ, это последний на сегодня. Сделай мне пиццу, которая будет баклажеланная. Также не режьте пиццу, пожалуйста, прогоните через печь дважды. Баклажа... Ой, блин, а баклажеланный-то у меня хватит баклажанов на баклажеланную. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, вообще, она схватила на последний просто наборчик. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Давайте ее два раза пропустим. Нам здесь, конечно, хорошо бы чаевые побольше, но все равно мне не получится 250 долларов получить. Если бы не предыдущий типчик, который просто сказал бекон на хлебе, 247 долларов. сейчас еще минус эти, минус аренда, то-се. Ну, 240 хотя бы, и то хорошо, в общем-то. Раньше мы столько-то не могли иметь. Ладно, что мы можем... Ой, спрей против нас. Еще и на это надо потратиться. Ну, нормас, конечно. Кстати, интересно, я что-то тарканов не видел еще ни разу в этой игре, по-моему. Столы, коробки, это все понятно. Отзывы. 5 из 5, все как надо. Пиццерия, очень наски в деле. Декор, ну, не знаю, по декору, ребят, я все еще считаю, что мне нечего здесь особо покупать. Пока что, давайте подождем какой-нибудь ивент, тогда уже можно будет купить. Ну, вроде бы мы все с вами сделали, ребят. Если вы хотите увидеть следующую серию, как можно скорее, не забываем оставлять свой лайк, писать комментарии, колокольчик и жмякать. И, конечно же, подписываться на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. С вами же был Чинаска, и мы увидимся уже совсем скоро в новом видео, дорогие друзья. До скорой встречи, пока, пока.